еще раз добрый день уважаемые дамы и господа наш эфир продолжает новая программа сегодня у нас дебют похищение европы так называется эта программа автор и ведущий ефим фиштейн но прежде чем передать слово автору я бы хотел сделать короткое представление и фильм родился в 1946 году в городе киеве в украине с 1964 по 69 год учился на факультете журналистики в мгу имени ломоносова в москве 69 по 80 год жил в праге где работал в качестве переводчика после подписания хартии 77 он подвергся преследованию был вынужден эмигрировать в вену в 1980 году с 81 года по 96 работал политическим комментатором радиостанции радио свободная европа где он специализировался главным образом в регионе центральной и восточной европы в последние годы работал на радио свобода в качестве заместителя директора программ такой неполный перечень в девяносто шестом и девяносто седьмом годах он был главным редактором ледови новины затем он вернулся на радио свободная европа где стал политическим комментатором он также работал советником бывшего произведет председателя сената либо же бенешева так так по моему произносится это имя возможно я ошибаюсь автор многочисленных политических статей с в чешской русской немецкой английской прессе а также автор нескольких книг и сценариев для документальных фильмов в 1995 году он выиграл премию серебряная перепелка чешского литературного фонда в 1996 году состоялась премьера документального фильма режиссера ирены павласковой под названием ефим фиштейн главный редактор самых традиционных чешских газет посвященная его заслугам ну вот такая краткая биография если что-то не учтено я попрошу ефима дополнить здравствуйте им добрый день вас день у нас вечер тем не менее я желаю всем приятного прослушивания без помех вашего радио с удовольствием принимаю участие в вашей передаче давайте начнем вот с чего ну я надеюсь я не знаю вы хотите внести какие-то поправки дополнения к тому к моему представлению поправки были бы возможны но я не считаю нужным их вводить честно говоря представление было более чем исчерпывающим любые детали будут зря перегружать нашего слушателя может быть когда-нибудь со временем я что-то уточню сейчас сейчас перейдем наши я бы хотел сразу начать с вопроса это почему мы эту программу назвали почему вы предложили назвать ее похищенная европа похищение похищение европы такое название отсылает слушателя и зрителя двум историческим и культурным прежде всего сюжетом первый общеизвестен это фактически составная часть грека римской мифологии каждый кто знает а легенды и мифы древней греции и древнего рима в том числе в том числе знает что главный бог античного пантеона греки его называют зверс а римляне его называли питер возжелал прекрасную финикийскую принцессу звали ее европа и обернувшись быком юпитер фактически его похитил на своей плечей спине и унес похитил или угнал что называется на старый континент который с той поры носит такое прекрасное имя европа это первый культурный сюжет всем он скорее всего общеизвестен я просто хочу для описания этой финикийской красавицы сказать что и в романе оренбурга трест д е то есть трест destruction of europe по уничтожению европы оренбург дал такое описание этой милой девушки сказал что это финикийская красавица с огненной челкой на матовом челе в которую нельзя не влюбиться и главный герой романа разумеется влюбляется в европу как таковую европу как континент и честно говоря без мучений признаюсь что и я влюблен в этот континент по-своему а другой культурный сюжет которому фактически я отослал читателя или слушателя или зрителя этим названием передачи он уже более современными кстати приближает нас к нашей теме похищение европы так называлось знаменитое эссе чешского а сейчас и всемирного давно уже прозаика пожалуй самого известного чешского писателя в мире которого зовут милан пунктер он живет в париже сейчас является писателем чешско-французским потому что пять последних романов он написал по-французски и в полемику он вступил с васславом гавилом тогда еще просто поскольку а сета он написал 69 году сразу после оккупации чехословакии советскими войсками и войсками другим братских кавычках уже стран с ним в полемику вступил васслав гавил доказывая что пунтера не права пунтера выдвинул в качестве основного тезиса следующее положение европа с основной частью которой всегда была и так называемая центральная европа может быть многих из вас это удивит но такое понятие существует европейской историографии и культурографии культуре middle europa по-немецки это средняя центральная европа но в годы коммунизма фактически чая эта часть европы была похищена она была похищена агрессивным коммунизмом представлен прежде всего советским коммунизмом который сейчас перерос в российский авторитаризм мягко перерос и кунтера доказывает что фактически эта часть европы была похищена россии советской россии тогда похищена как культурное явление похищена как политическое и геополитическое явление и действительно парадокс то в том что до самого последнего времени не знаю как сейчас но еще пару лет назад когда российского министра иностранных дел лаврову мини тогдашний министр иностранных дел чехии шварценберг сказал что ведь мы всегда были центральной европой составной частью центральной европы это действительно очень крупный во всяком случае культурный блок государств который включает в себя то что под позднее стал называться восточная европа это и чехия и словакия и польша и венгрия и австрия и италия и восточные части германии вот это была центральная европа так вот тот ему ответил да взгляните вы протокол организации объединенных наций там никакой центральной европы нет там есть западная европа потом сразу начинается восточная и правда ли странновато по меньшей мере почему все другие континенты имеют там северную америку центральную америка южную америку и только европа почему-то сразу кончается западной начинается восточной никакой центральной так вот по утверждению милана кундеры эта часть европы была просто похищена тогдашним советским союзом и это нас приближает сегодняшней теме нашей передачи потому что и сейчас на мой взгляд это разумеется личное мнение и я бы сказал личная культурология на мой взгляд европа всяком случае западная часть и центральная часть похищаются вырываются из своего исторического контекста лишаются своих исторических принадлежностей символики основ и так далее никто не делает это со злым умыслом никто конкретно это тенденция это общий тренд я бы сказал сегодняшний в мире когда подрываются эти устои эти основы государственных существований и это движение я бы сказал происходит в одном и том же направлении почти всюду во всяком случае в цивилизованном кто-то может сказать ну каковы же признаки такого движения почему это можно называть похищения я объясню хотя причины для этих явлений достаточно отличаются друг от друга что такое нынешняя в кавычках культурная революция а точнее культурный бедлам который происходит в соединенных штатах америки это вариант здесь я прошу внимание слушателей это вариант симулятивной симуляционной магии в магии которая ориентируется на символику очень часто случается что предметом атаки предметом агрессии оказываются какие-то маленькие вещи миниатюрные даже но они должны символизировать гораздо более крупные вещи ну например там религии вуду иголками иголки втыкают в кукол или в какие-то мягкие тряпочки символизирующие человек гораздо более страшные варианты это когда скажем гитлер приказал открыть шлюзы спреи и воды попали метро затопили метро и все подземелье берлинская погибла сотни тысяч людей погибли для чего он это делал просто для того чтобы попытаться симулировать великий вселенский поток в надежде что он произойдет и на земле этим сейчас занимаются люди протестующие против американских устоев что такое сжигание американских флагов на площадях или отказ петь американский гимн это ведь не просто борьба с какими-то мелкими принадлежностями мелкими деталями общей машины соединенных штатов америки нет это не так что такое америка вообще это не этническое государство простите за банальная истина это не этническое государство отличие от очень многих других это государство где политическая нация складывается только вокруг государственных символов конституции именно флага и если какие-то люди в интересах повторяют даже не сознавая того что они делают сжигают флаг отказывается петь гимн отказывается признавать конституцию или собираются ее изменить то они не против народа какого-то выходят на улицу а против самого существования американского государства они занимаются вот этой симулятивной магией стремясь уничтожить не какую-то тряпку а само американское государство так вот вернусь к Европе в Европе это государство все этнические то есть основанное вокруг какого-то национального единства национальной этнической общности у них одни этнические корни одна генетика одна культурная генетика то есть в принципе они могут сослаться на средневековье на древние времена на древние века когда и складывался когда и складывался их народ единственное исключение почему Европа так легко поддается сейчас этому движению потому что совпали два фактора с одной стороны нажим общемирового прогрессистского в кавычках движение ориентированного на устранение американской государственности а с другой стороны ведущая роль так называемого локомотива Европы которым является Германия вы можете сказать и будете по своему правы что Германия то была этническим государством все это время да была но эти времена прошли или сейчас успешно проходят Германия перестает быть этническим государством не случайно когда-то меня удивила статья в одной из очень немногих консервативных газет Германии Die Welt где было написано что Германия единственная не европейская страна что автор имел ввиду все другие этнические государства которые которым к числу которых принадлежала Германия являлись этническими государствами объединенными как я уже сказал своим политическим культурным языковым прошлым но тренды Германии Германия совершилась только преступлением года второй мировой войны что в отличие от других она эту травму не смогла абсорбировать так чтобы все-таки осталось еще чувство этого этой общности в то время как другие провинившиеся фашизмом страны а их все-таки немало это Испания это Италия Венгрия Словакия Болгария Румыния да и целый ряд других государств они все свое фашистское прошлое изжили так или иначе они его перекрыли они в нем более или менее сознались они просили прощения многие из них но они вернулись в состояние этнического государства Германии этого не произошло по ряду причин они не смогли преодолеть этой родовой травмы германского милитаризма и фашист поэтому им очень трудно сейчас говорить о себе как о немцах то что я говорю не теория последний или предпоследний сейчас уже немецкий президент Йохим Гаук я его весьма и весьма уважаю этот человек который руководил фактически иллюстрацией в своей стране Германии он стал президентом и будучи президентом в 1915 а может быть уже в начале 16 года когда произошел миграционный кризис так называемый когда Германия открыла оборота и фактически впустила бесчисленное количество мигрантов без какого-либо входного контроля я уже не говорю о каких-то визах и прочее и было это основной фактически основным инструментом внешней политики Германии так вот Йохим Гаук тогда сказал очень примечательную вещь он сказал нужно будет перестать рассматривать Германию как какую-то определенную и этническую или культурную общность и нужно будет исходить из того что это открытая территория это открытое для всех пространство и на каком языке будут говорить люди живущие на этом пространстве кому они будут себя причислять еще неизвестно пока еще неизвестно это определится в ближайшие годы он в любом случае тем самым исключил даже возможность что они будут причислять себя к немцам поскольку сегодня немцы не любят этого названия по немецки это немецкая общность называется дойчтун это немецкая это все немецкое и вот это слово считается зазорным примерно так как в америке считается зазорным слово расист или отношение себя к расистам так вот если нет на этой территории ничего сугубо и специфически немецкого а есть пространство открытое для всех для заселения фактически хотя германия не является страной эмигрантской доктрины в отличие от соединенных штатов штатов но она себя так позиционировала она никогда не не смогла превозмочь свою травму ущербности немецкой что же получается что страна которая перестала считать себя и быть по существу этническим государством является в то же время локомотивом паровозом всего европейского союза то есть европейский союз он этим давлением тоже сбрасывает себя сейчас нужно понимать что это метафора всего лишь это кавычках сбрасывать себя отковы этнической принадлежность французы перестают чувствовать себя французом итальянцы итальянцы испанцы 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 то есть разумеется в разных странах это в разной степени и наталкивается на разную степень сопротивления той же италии ситуация выглядит несколько иначе чем во франции но движение в эту сторону есть оно задано гегемонизмом германии которая уже перестала быть повторяю гегемонизмом геомонии национальная стала гегемонией идеологической германии разумеется царит примерно та же ситуация что в соединенных штатах то есть университеты там генерируют и выбрасывают на рынок труда новые и новое поколение людей не знающих уже даже прошлого своей собственной страны каких-то я бы сказал новых человеческих типажей и новых фигурантов истории которых раньше не было каждый кто знает немножко французскую историю понимает что сегодня сегодняшним французам говорить об их истории просто неприлично за исключением узкого слоя культурных людей которые еще прошли вот через классические гимназии никого это не интересует и никто этих имен даже не знаю и считает зазорным произносить вслух имена французских писателей даже если это писатели 19 я уже не говорю о 18 веке и дальше в глубь истории то есть ситуация в европе стала подозрительно похожей на ситуацию в америке она еще не достигла той степени агрессивности еще не жгут свои флаги устраняя тем самым свою государственность пока только естественно симуляционно но тем не менее движение идет в этом направлении если я многих из вас этим сообщением огорчил то вы уж извините но я вынужден говорить как она есть они так как этого мне бы хотелось не знаю сделать ли в этом месте перерыв созрели ли мы для рекламного перерыва мы можем и да да но мы можем мы можем прерваться сделать короткую рекламную паузу а не будете ли вы возражать если мы откроем микрофон если у наших радиослушателей появится желание задать вопрос разумеется с удовольствием они меня может быть и подтолкнут с правильным направлением подскажут тему а хорошо хорошо давайте сделаем небольшой перерыв послушаем рекламное объявление после чего вернемся и обязательно обязательно продолжим возвращаемся в программу похищение европы автор ведущий эфим фиштейн телефон в студии по-прежнему 847 4005 200 давайте попробуем принять первый звонок добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте спасибо большое что вы согласились нами пообщаться я хотела бы спросить не могла бы свободная европа поменять хотя бы на время хотя бы до ноября месяца свою ориентацию и вещать на америку и объяснять как говорится основы американской жизни и то что вы пытались сложить отцы-основатели потому что ну не хватает здесь свободных средств массовой информации в основном это левые демократические средства а вот если вас интересует хотела бы высказать свое мнение почему вы травили этничность из германии а это а потому что этнические страны стоят на пути установления всемирного господства некоторых личностей таких как сурас и на основной аппетита конечно это соединенные штаты поэтому они пытаются разрушить и соединенные штаты первую очередь поэтому такая звериная ненависть израиля спасибо большое и тут сразу увязали в один тугой узел несколько проблем свободная европа как радио не может вещать по соединенные штаты вообще это это запрещено о уставу по по всем основополагающим документам этого радио потому что она и является американским это радиостанция которая финансируется конгрессом соединенных штатов не правительством и из бюджета который выделяется на все на все иностранное вещание соединенных штатов и естественно с ясным указанием что это не может вещать не только на соединенные штаты но и на дружественные соединенным штатам страны члены нато евросоюза и прочего поэтому были закрыты все восточноевропейские редакции после того как они вступили в евросоюз и в нато остались только те редакции и те направления вещания которые выходят за рамки этого и в принципе составляют некую недружественную компоненту в современном мире это россия это вся восточная европа от польских словацких болгарских границ востоку это и свободная азия включая даже радиостанцию для племенных территорий пакистана то есть вот это главное направление не можем мы в принципе вещать я сейчас вышел на пенсию не являюсь уже членом администрации свободной европы радио свободная европа это кстати тоже самое радио что радио свободу чтобы вы имели полное представление просто написано через дефис свободная европа свобода и это всегда была одна организация разбитая только по языковому принципу так вот это ответ на первый вопрос вещать мы не можем и не можем мы вообще делать что-либо что бы не понравилось хотя бы части конгрессу конгресса соединенных штатов а скажем демократической части это бы решительно не понравилось скорее свою задачу я видел в том чтобы сбалансировать вещание этой радиостанции которая как и все другие средства массовой информации в америке дает сильный крен только в одну сторону которую вы прекрасно и назвали в своем коротком выступлении что касается вообще возвращение к демократическим идеалам демократическим устоям то свободная европа как радиостанция и свобода подвержены этому процессу точно так же как ему подвержены все другие средства массовой информации соединенных штатов то есть там этот уклон этот крен это односторонность чувствуется буквально во всем еще говорится спасибо что вообще иногда дают слово людям с другой точкой зрения вроде меня именно это имела в виду наша радиослушательница потому что благодаря интернету сейчас эти станции могут слушать не только те люди которые живут в европе в тех странах на которые вещают радиостанции но и в соединенных штатах америки и направленность такая откровенно там скажем про демократическая антитрамповская она чувствуется в некоторых передачах довольно довольно жестко вот именно об этом говорил наша радиослушательница и если мне память не изменяет кстати и радиостанции и корпорации которые вещают которые являются государственными они придерживаются той же идеологии tnpr и паблик радио вот то что вещают здесь с сша и они тоже придерживаются абсолютно левых взглядов и трамп помню когда его избрали он сказал что наверное следует дефинансировать эти станции почему почему мы финансируем радиостанцию которая и телевизионный канал который так сказать выступает против правительства соединенных штатов америки в конкой конкретное правительство то есть администрация возглавляемая трампом и но очевидно оказали колоссальное давление на него со стороны конгресса и он этого не сделал потому что без конгресса он все равно этого сделать не может наверно просто потому что он диктатором не является люди которые придут если после него могут сделать это играючи как говорится абсолютно и финансирование закрыть и так далее я не могу себе позволить и вы разумеется поймете меня если я хочу вообще сотрудничать и печатать свои тексты которые обычно выходят за рамки того той точки зрения которую описала наша слушательница того чтобы продолжать и как так и балансировать это я не могу призывать решительно не могу призывать скажем снятию финансирования и сокращению финансирования и про и прочее здесь нужно понять что свидетель то свидетелями чему мы являемся является общее мировым трендом эта тенденция она укрепляется и новыми и новыми выпусками журналистов с такой точкой зрения во первых во вторых она эти журналисты оказываются тут же в ситуации полного всеобъемлющего и не прекращающегося давления интеллектуального давления на них со стороны той среды в которую они попадают вот почему происходит а это человеческая психика просто свойственно человеческой психике свойственно быть своеобразным пластилином который по-своему формируют те тенденции которые вокруг него находится он рано или поздно если они скала и не камень он рано или поздно попадает под их воздействие и формируется в таком виде в котором эти тенденции хотели бы его видеть это происходит во всех средствах массовой информации кроме тех немногих вот и сказали средства массовой информации в америке даже те которые являются государственными ведь из судя по тому по рекомендациям американская печать интересно тем что она перед выборами дает свои рекомендации и посчитано что примерно 95 процентов дают всегда рекомендации в пользу либеральных и леволиберальных кандидатов и лишь пять процентов средств массовой информации включая электронное телевидение радио дают рекомендации в пользу консервативных политиков назовем их так чтобы не называть по названием партии это просматривается везде представьте себе мы сейчас говорим о европе и я хотя по паспорту американец тоже но все-таки живу всю жизнь в европе и здесь наблюдается то же самое слой сложилась такая ситуация что в каждой европейской стране есть процентов 5 консервативных средств массовой информации это тот же самый диверий который я привел в германии это ф ацет франкфуртер алгемайн и цайтл и все пожалуй потом ведь большая масса таких неопределившихся общей либеральных средств массовой информации и остальное больше половины это просто левая признана левая или леволиберальная средства массовой информации такая же картина во франции такая же картина пытали там массе эти средства массовой информации под давлением своих владельцев и И под давлением журналистской среды, которая формируется в массе, принимает и воспринимает этот образ мысли. Вот о чем стоит задуматься. И получается так, что в каждой из этих стран по 5% газет, радио, телевидение себя позиционируют как консервативные, а остальные буквально очарованы звучанием слова «прогресс». Очень сложно ведь противиться звучанию и смыслу этого слова. Противиться, считать себя чем? Противоположностью прогресса, то есть представителем какого-то регресса. Это составная часть той массивной игры, которая ведется сейчас в мире, когда слова с положительным зарядом стали по-прежнему восприниматься как положительные, но стали, получили совсем другой заряд. Этим зарядом, если говорить как бы в самых онкологических понятиях, на большой глубине, это просто деструктивный заряд. Это не новый прием, кстати сказать. Мы довольно часто и привыкли называть людей, придерживающихся левых взглядов в Америке, либералами. Хотя на самом деле, леваки, как должно быть понятно всем, это злейшие враги либерализма. Злейшие враги. Они, в свою очередь, как бы начали манипулировать словами, так же, как и с прогрессом. Было время, когда они называли себя прогрессистами, потом они назвали себя либералами, теперь они снова вернулись к слову прогрессисты. Но сути это не меняет. Это действительно вот такая ширма, за которую они прячутся, прячут свою идеологию. Вы справедливо сказали, трудно как бы противостоять прогрессу и быть регрессивным. Как-то звучит нездорово. Поэтому они прикрываются этими словами. На самом деле, тех, кого мы называем сегодня либералами, к либерализму не имеют ни малейшего отношения. Мало того, они являются врагами либерализма. Мало того. Да, вы, кстати, упомянули о том, что в Америке происходит сегодня, и как бы сжигаются флаги, символы, уничтожаются. И до этого было такое, нечто подобное. Но это были такие отдельные случаи, единичные. Но сегодня, все, что происходит сегодня в Америке, имеет одно единственное объяснение, одну единственную цель и одну единственную причину. Это год выборов. Все, все, что происходит в Америке, и когда наивные люди говорят, что какие бы события обсуждаем, они говорят, что это не имеет к политике никакого отношения, будь то коронавирус, будь то демонстрации против насилия полицейских над бедными несчастными уголовниками, это все несет в себе отпечаток сегодняшнего дня, именно год выборов. Несомненно, Сергей, но я хочу все-таки подчеркнуть, что выборы – это всего лишь кульминация, временная кульминация процесса, который не в этом году начинается и не в следующем закончится. Это очень мощного залегания процесс, глобальный процесс. Выборы – это просто лапусовая бумажка, где мы увидим соотношение сил. Если увидим, кстати, есть много средств, есть много средств, как превратить выборы в фальшивку, как их извратить, и их результаты уже не будут действительно представлять реального соотношения сил. Ну, представьте себе там группы воинствующих хулиганов на подходах к избирательным участкам. Я не хочу сейчас говорить даже о фальсификации самих бюллетеней избирательных, но общий нажим, общая… Ну, если вам на дверь напишут, что вы собираетесь голосовать за Трампа, я подозреваю, что вы, может быть, измените мнение свое, или не пойдете вообще к таким выборам, есть много средств нажима. Что я хочу сказать? К сожалению, та культурная война, которая происходит в Америке, которую пока еще мы называем культурной, хотя она уже иногда принимает совершенно некультурную, бескультурную форму, она не закончится в момент выбора. К сожалению. Это моя предикция, это мое… В этом смысле вы абсолютно правы. Возможно, внешние проявления будут несколько иными, может быть, не столь интенсивными. А эта война, она безусловно, эта война велась, ведется, она будет вестись веками. Интересно, по поводу культурной, я тут недавно имел дискуссию с очень милым, с очень образованным человеком, и он мне в качестве аргумента говорит, вот это, дескать, не противостояние в Америке между теми, кто работает и теми, кто, так сказать, пользуется результатами труда. Но у нас есть так называемые «мейкеры и антекеры», те, кто что-то производит, те, кто что-то делает, то есть рабочий класс, грубо говоря, и те, кто пользуется всевозможными социальными программами вместо того, чтобы работать. Это противостояние между культурной и образованной элитой и всеми остальными, говорит он. Я тогда задал вопрос, а не кажется ли тебе странным, что вот эта культурная образованная элита, как ты ее называешь, поддерживает движение, которое называется «Отмени культуру»? Совершенно верно. Все это принимает, я бы сказал, чудовищные формы, а не то, чтобы это вновь, не то, чтобы этого никогда не было. Мы же помним, как сто лет назад, там юный Маяковский в «Желтой кофте» мог кричать «Сбросим Пушкина с корабля современности». Все это скорее имело форму эпатажа. У вас же это более чем реально. Уже имели место сожжение книг, костры из книг, о памятнике я вообще не говорю. Это, конечно, борьба с культурным прошлым. Это борьба за то, что метким словом братьев Стругацких я называю «одержанием». Они применяли в своих романах это слово для обозначения такой ситуации, когда все, когда уже полностью одержана победа над цивилизацией. Они называли это «одержанием». И в Америке идет борьба за это. Это борьба за одержание. И, естественно, частью такого одержания должно явиться «cancel culture». Это культура искоренения культуры. Не факт. Можно назвать, вы знаете, что современная культурология знает слово «культура» в самых разных значениях. Можно говорить о культуре убийств, о культуре изнасилования, о культуре каннибализма и так далее. Они называют «cancel culture» в смысле, что это некая культура отмены. Но надо же дополнить фразу. Отмены чего? Отмены всей предыдущей культуры. То есть это культура убиения культуры. Разрушения культуры. Отмены. Вы знаете, когда я вижу эти картины, когда одичавшая молодежь рушит памятники, причем памятники, которые являются произведением искусства, это не болванчики Ильича, стоящие на каждой станции, в каждом захолостном городке. Нет, это действительно великолепно исполненные памятники в бронзе или в меде и так далее. И у меня возникает некая параллель. Такую же картину я видел, когда Айсис громил старинные какие-то вещи, уничтожал их. Я знаю, о чем вы говорите. Я вспоминаю. Вы имеете в виду уничтожение гигантских скульптур Будды в Афганистане, когда тамошний Талибан, который в то время оказался, собственно, на вершине власти, он из артиллерийских орудий расстреливал эти древние скульптуры Будды. Поскольку в их идеологии можно было, было приемлемо только одно изображение. Только одно изображение. И это было изображение письма. Именно связанных с исламом. Так вот, конечно, конечно, из артиллерийских орудий. Это крайний случай. Но в принципе, к этому дело и идет, если произойдет одержание. А кроме того, приходит на ум культурная революция в Китае, когда Хун Вибина уничтожали и книги, и картины, и все, так сказать, что представляло историю, искусство, культуру прошлого. Поэтому я вот этих молодчиков, которые выходят на улицу, в своих программах называл не иначе, как Хун Вибин. Абсолютно, абсолютно одно и то же. Абсолютно. Это не какое-то относительное сравнение, а это действительно и суть, и по форме, и по содержанию одно и то же. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел вам помочь, я уже тут запутываюсь. Вы вообще знаете программу Дака? Помните, помогает тоже? Помогает, помните, нет? Да, да. А есть еще программа Мудак. Так вот. У нас есть радиослушатели с сезонным обострением. Иногда они теряют свою таблетку, которую они должны принимать по утрам. И тогда у них вот взрыв такой происходит в мозгу. Очень элегантно и дипломатично, Сергей, описали состояние. Ну, случается. Я сочувствую, но помочь я ему ничем не могу. Периодически он теряет таблетку и начинается. Слушай, Мас. Здравствуйте. Но ведь обязательно будет как бы противоборство вот этим темным силам. То есть будет Третья мировая война? Или как вы это представляете? Или вот уже сейчас, в общем-то, при помощи вот этого ковида, китайского уханьского гриппа, идет, в общем-то, уменьшение населения и, в общем-то, начало биологической войны для того, чтобы убрать тех, которые, в общем-то, не нужны им, этой элите. Спасибо большое. Это, опять же, целый блок проблем. И я благодарен вам за то, что имею возможность хоть немножко в каких-то двух-трех предложениях вернуться в Европу. Вот что интересно. Здесь, собственно, и не нужен был ковид. В Европе идет демографическая катастрофа. Ковид не ковид. Ковид — это только явление последнего полугода, скажем так. А, скажем, в той же Германии, и здесь удивительное явление наблюдается, в Германии идет снижение прироста населения, вы сами понимаете, достигаемое, в обратном смысле, достигаемое за счет того, что немки перестали рожать. И у некоторых было такое оправдание как бы вторжению мигрантов в Германию, что это поможет все-таки сохранить немецкую демографию. И вот что поразительно, прошло какое-то время, с 15-го года, когда были открыты границы, прошло всего-то пять лет. И что интересно, за эти пять лет не то, чтобы население Германии увеличилось, а рождаемость у этих мигрантов, в их семье, снизилось почти до немецкого уровня. Вот что интересно, они попадая сюда теряют, во-первых, рождаемость, может быть и какую-то потенцию свою, я понятия не имею, чем это объяснить, а может быть новая ментальность, ментальность консюмеризма, общество потребления давит на них так, что они просто перестают быть заинтересованными в рождении детей. То же самое. Это явление наблюдается. Что касается войны, тут я был бы, перешел бы на очень тонкий лед, если бы стал пугать вас сейчас войной. Я даже оставлю в стороне свои собственные эмоции. Одно ясно, что до того, как будет большая война, если она будет, то будет, по крайней мере, маленькая и у вас при этом, в Америке. Вот этого избежать крайне сложно сегодня. поскольку, когда существует некая напряженность такого типа, то она разряжается только одним путем. Этот заряд, эта энергия не уходит просто так в песочек, просто так путем строительства чего-то, строительства. Ничего такого. Она вынуждена бывает разрядиться путем столкновения. Так как пробегает между катодами и анодом, пробегает искра, яркая полоска, и разряжается то напряжение, тот напряг, который до этого существовал. Боюсь, что этого очень сложно сейчас избежать. Я, во всяком случае, не вижу, как избежать. А что касается большой войны, я пока оставлю в стороне вопрос. Потому что там всегда нужно точно говорить, какие силы могут сразиться. Сегодня Америка это не та сила, которая может продемонстрировать что-то с миром. потому что она пока еще не приняла консенсуального какого-то решения, как ей жить, как ей, в каком облике ей жить, куда двигаться. Кстати, вещь, которая характерна для современного мира, и стоит об этом сказать, в нем нет ни одного разумительного проекта будущего. Это так называется по-русски сейчас, по-английски это vision. Нет ни одного представления набора идей о том, как мы будем жить дальше, какое общество, собственно говоря, строить. Это было всегда. Оно могло быть, этот набор идей, эти проекты будущего могли быть крайне отрицательными, чудовищными, изуверскими, как нацистская, скажем, идея сверхчеловека, как фашистская идея корпоративного государства. Могло быть национально-освободительной такая идея, могла быть возвращение к демократии, или возвращение к капитализму, или наоборот прихода социализма нового. Короче, всегда было, как я говорю иногда, было, за что умереть и за что убивать, если понадобится. Сейчас вот таких проектов будущего нет, потому что разрушительные силы в Америке, они готовы что-то порушить. А что они хотят построить на этом месте? Ну что, какую Америку? Нет ни одного показателя. Кто-то говорит, отвечает, есть же зеленая идеология. Ничего подобного, она вся устремлена в прошлое, а не в будущее. Ни один зеленый идеолог не способен был до сегодняшнего дня сказать, каким будет завтрашнее общество, чего мы хотим добиться, но меньше энергии потреблять. Но это же не черта будущего. Меньше энергии, меньше, скажем, энергоемкость, энергозатратность, мы будем жить как ящерица, которая не движется почти. Это все обращено в прошлое, потому что человек как бы приперт спиной к этому тупику, к тупиковой этой стене, у которой он стоит, но стоит спиной. он не может предложить и никто не предлагает. Ни ваши замечательные идеологи, ни зеленые идеологи, ни китайцы, ни россияне сегодня не предлагают проекта будущего. Даже Путин со своей манией величия России не смог сформулировать идею русской государственницы. Это ведь вообще, без этого государства жить не может. Все философы всегда брались формулировать идею государства. И отцы-основатели, кстати, потому и удалось им создать политическую нацию, что они сформулировали и вложили в текст Конституции ясное и четкое видение того, что нужно человеку, каким будет общество, будущее, вот это сияющее здание на холме. Сейчас же нет ни одного такого предложения. Если что и обращено, то только разрушай грабь награбленное и прочее. это вот очень мало для движения вперед, для сознательного какого-то философски обоснованного движения вперед. Поэтому и Путин провалился со своей идеей. Какие он не предпринимал попытки дать России новую государственную идею, не получилось. Ни русского мира, ни Новороссии, ни Новороссии. Ефим, я должен вас остановить в этом месте. Разговор очень длинный содержательный, масса звонков, но, к сожалению, времени у нас больше не осталось, поэтому мы продолжим наш разговор ровно через неделю. Спасибо огромное. Спасибо, до встречи. До встречи через неделю. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok